На улице жара, и синоптики прогнозируют, что в выходные высокие температурные показатели сохранятся. Что для лета, конечно, хорошо. Но медики предупреждают, жара может спровоцировать обострение заболеваний. Гипертоническая болезнь – это ИБС, стенокардия. Как правило, они обостряются во время жаркой погоды. Поток увеличивается. В зоне риска в основном граждане пожилого возраста и дети. Но дети к нам не обращаются. В основном это граждане пожилого возраста. Чтобы не пришлось проводить летние деньки на больничной койке, врачи советуют пить больше жидкости. По возможности соблюдать диету. В жару организм хуже усваивает тяжелую пищу. Чтобы легче перенести пекло, не рекомендуется увлекаться фастфудом. Нужно также ограничить потребление соли и сахара в рационе. Лучше пить минеральную воду, квас, легкий чай, прохладного температуры. Также нежелательно на прием алкоголя, так как нарушается терморегуляция. Еще одно важное правило – не перетруждать организм. Лето – время дачных подвигов. Чтобы не надорвать здоровье, усердствовать на грядках не стоит. По минимуму физическую активность свою в дневные часы уменьшать. То есть, если заниматься на садах, на огородах, это должно быть утреннее время до 10 утра, либо вечернее уже где-то после 6 вечера выходить на приусадебный участок. Днем желательно отдыхать, меньше двигаться. Еще одна опасность жары – тепловые удары и перегревание организма. Здесь в группе риска чаще всего оказываются дети. Родителям важно объяснить чадам, что на улицу можно выходить только в головном уборе. В остальном инструкции – такие же, как для взрослых. Больше пить и чаще отдыхать в тени. Жара – испытание не только для людей, но и для животных. В Ивановском зоопарке звери очень чутко реагируют на повышение температуры воздуха. Мы как можно чаще даем свежую воду. Соответственно, в эти дни жаркие животные не особо хорошо кушают. Ну, так же, как и люди. Соответственно, еды им даем гораздо поменьше. Каких-то животных мы брызгаем, купаем. Это медведи, это тигры. Но думаю, что в данный момент животные все равно себя чувствуют более-менее комфортно. Хотя понимаем, что не доставляет им жара большого удовольствия. Питание по облегченной программе и потребление большого количества жидкости – так задумано природой. И для человека, и, скажем, для полярного волка. Соблюдение этих нехитрых правил – залог комфортного и здорового лета. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.